Друзья, всем приветики! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я на даче. Дети уехали, Олег с Алиной. Вчера мы их проводили. Прибежала с работы. За два часа нужно было мне все успеть приготовить ужин и приготовить им пиццу. Но все успела. Олег мне говорит, мам, ты за два часа успеешь? Я говорю, конечно, успею. Прибежала, тесто поставила в свою хлебопечку. Пока тесто делалось, я уже курицу замариновала, в духовку поставила. В мешок ее поместила, вот эту домашнюю, которую покупали. Вот. Алина сумки собирала. И поэтому все быстро-быстро. Курица приготовилась. А духовка ведь одна. Думала, что делать? Микроволновку ставить? Нет, это не выход. Курицу поставила повыше, пиццу поставила пониже в духовку. И температуру прибавила, иначе она там не пропекалась. Но все, успели. Дети пиццу с собой взяли. Две пиццы я там ставлю в нарезку. Но немножко там я снимала. Некогда было даже мне снимать, как они там сумки собирают. Потому что я с работы прибежала, там уже времени вообще было мало. Поехали они на последнем автобусе. А там дальше хорошо, что есть настоящие друзья. Дима их к себе там приютила. Они у Димы сидели долго. И потом они уже поехали, я думаю, что на токси на вокзал. Ходила сегодня в больницу, забрала свои анализы, которые я здесь сдавала. Но анализы мои хорошие. Все хорошие, только гемоглобин низкий. Гемоглобин 111. И это довольно-таки ниже нормы. Но ничего, я сейчас препарат попью две недельки. Там забыла, как он называется. Прописали мне два раза в день пить. Уже я одну таблетку выпила. Затем снова сдам кровь. Но после того, как я переболела коронавирусом, у меня тоже он упал. Тоже был ниже нормы. Но не столько, как сейчас. Там незначительно было ниже нормы. А сейчас 111. Поэтому пропью этот препарат. Я смотрю, у меня коса моя была потолще. Стала потоньше. Тоже ведь от железа зависит. И волосы, и все. Вот. У меня укроп в этом году хороший. Посмотрите, я его сорву. И я его, как сказать, сушу. Потом вот такими венчиками прям сушу. И добавляю, допустим, борщ. Когда варю зимой, я потом вот эти венчики раз туда в суп. В конце варки уже ненадолго. И аромат укропа потом будет хороший. Здесь у меня лук на зелень, лучок. Укроп у меня в этом году хороший. А салат, смотрите, даже и выс не пошел. Только такой. Сейчас я тоже сорву на еду. Укропа наморозили. Тот лучок я собрала. Лук, кстати, неплохой на роз. Хороший. Здесь еще можно щавель собрать. Я думаю, что я его сейчас соберу. Дожди пошли. Видите, какой он снова пушистый. Или сварим щавельный суп с Антоном. Или же я снова закрою его. На зиму. А укроп у меня в этом году хороший. А здесь Олежка мне дровник сделал. Видите? Такой. Сжигать потом, когда мы будем шашлыки с Антоном. Шашлыки или просто там придем, может пожарить что-то запечь. Там еще осталось немножко перерезать. Но нам до следующего года, я думаю, что и этого хватит, пока он приедет. Это они от дождя, наверное, накрыли. Потому что крыши здесь нет. Окно сделал Олег. Приехал маме помог. Помощник мой. Да, хочу сказать, а то ведь и Антон с Алиной обидится. Я была на работе, они здесь все вместе приходили и все это вместе делали. Даже Алина пилила, Антон сказал. Ой, пришла рыжая кошечка. Я уже думала, они пропали куда-то. Второй раз приходила, прихожу, и их уже вообще нет. Покушать я им принесла. А где же арбуз? Они ведь парой всегда ходят. Олежку собираем с Алиной. Пиццу испекли. Вторая еще у нас в духовке стоит. Мясо запекается, и пицца вторая. Уехала нянька твоя. Я на работе, а Алина его выпускала и присматривала за ним. Видите, как потолок погрыз и стенку. Ну, по крайней мере, знаете, что он вот эту вот игрушку признал. Долго он к ней присматривался, ни в какую вообще. А сейчас он ею играет. А это я ему принесла. Не знаю, будет он здесь что кушать, не будет. Так, а здесь я, видите, укроп весь срезала. Как я и показывала вам там вот эти семечки. Это потом я буду добавлять в суп, в борщ, в щи. На зиму запасы. Мне кажется, здесь даже нам не на одну зиму хватит, потому что мы понемножку добавляем. Ну, посмотрим, как аппетиты у нас будут предпочтения наши. Здесь, друзья, кешкин уголок. Я сюда мать-мать хорову собираю от кашля. Я там как на работу иду, там она такая хорошая, растет, молодая. Такие листики чистенькие. Я здесь сушу. Здесь хочу, знаете, что я вам показать. Куклачев самый настоящий. Юрий Куклачев. У меня даже его автограф есть. Мы в детстве, когда были маленькие, уж очень его любили. Это мы с Олегом ездили. Олег и я. Антошка не ходил, еще маленький был на тот момент. Вот, память такая, на всю жизнь память. Заказала себе мешки. Вот такие вот, вот этой фирмы. Почитала отзывы. Очень классные для стирки. Нижнее белье стирать, блузки какие-то. Антошина кофта, в которых он, допустим, в школу ходит. Один вот такой мешок. Немаленький. Самое главное, знаете, что хочу сказать? Сетка. Посмотрите, какая сетка мелкая. И замочек вот под эту штучку прячется. Это очень хорошо. Сейчас второй покажу. А второй вот такой, посмотрите. Вообще такой здоровенный, как наволочка. Уже более 10 лет я своими стираю. Теперь мне этих тоже надолго хватит. А еще купила обувь стирать. Тоже, видите, вот с такой, с мелкой сеточкой, не крупная. Так, где замочек? Вот он. Замочек тоже, он туда прячется. Этот замочек застегивается и туда под резиночку. Это тоже очень хорошо. Вот эти навал, Борис заказывала. Этот на Озоне товар. Ждала акции, скидки, поэтому заказывала все по скидкам. По хорошей я скидки взяла. Вот такие вот здесь попробую обувь стирать. Мы еще, кстати, не пробовали вообще обувь стирать. Кроссовки Антошкины можно забросить. Вот, так что такие мешочки. Кишенька пришел. Кишеньке можно запеканку, только вот она горячевата, я думаю. Оно же здесь, в принципе, ничего такого нет, ворота. Там у меня пицца накрыта. И перо на лапе, видите? Сейчас мама сметанку достанет и будет со сметанкой кушать. Кто кушает, приятного аппетита. Компотик любит пить. Кишка, как человек ты у нас. Любимчик наш. Давай, взлетай. А я буду кушать вот такую вкусноту. Сметана наша вологодская и творожная запеканка. Вот такой. Передастся, не передастся. Он там сиреневый такой, но он еще в крапинку там. Красный у меня любимый. И вообще я светлый люблю. Киша здесь всем приветики передают. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Всем всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Жмите пальчик вверх. Вам не трудно, а нам приятно.